Добрый день! Я хотел бы рассказать вам о состоянии дел в Red Hat Enterprise Linux 8 и в свежих версиях дистрибутива Fedora касательно аутентификации и управления пользователями. На самом деле, это такой, можно сказать, сводный отчет о состоянии дел за последние полтора-два года, поскольку занимались довольно большим преобразованием всего этого дела в какое-то более-менее современное хозяйство. Но первым делом я хотел бы вместе с вами отпраздновать юбилей. Дело в том, что в этом году исполняется 40 лет тому, как в Unix системах, в POSIX появились системные вызовы для учета пользователей групп. То есть вот эти вот getPWNum, getPWID, getGRNum, getGRGID, они впервые появились в AT&T Unix версии 7 в 1979 году. И на самом деле это интересная штука, о которой стоит поговорить, потому что мы имеем пример программного интерфейса, который существует фактически не только без изменений внешних в течение 40 лет, но и семантика его не особенно поменялась за 40 лет. Вот удивительная стабильность. И во многом благодаря вот такого рода примерам стабильности POSIX системы, POSIX совместимые системы, собственно, сегодня управляют миром. Но при этом у нас как бы юбилей не заканчивается. В прошлом году, можно сказать, был 25-летний юбилей Network Service Switch, то есть механизма, которая позволила разные способы хранения информации о пользователях подсовывать в систему, не меняя опять же вот это вот верхнее API. В следующем году фактически у нас будет 25 лет юбилей появления аналогичного API для аутентификации пользователей и для авторизации, и для сессионного контроля. Оно, конечно, стало спецификацией в 97-м, но вот это API, оно в принципе не изменилось в POSIX совместимых системах, в частности в Linux и тому подобных. Plugable Authentication Modules API, оно как было, так и есть. Да, там много разнообразия всякого, но API то же самое. И фактически, если мы посмотрим на то, что прячется за фасадом этих интерфейсов, это сетевые протоколы, которые тоже на самом деле не последних 20 лет, так сказать, изобретены. С точки зрения файловых систем и аутентификации, печати, да, это 84-й год, SMB протокол, Kerberos 88-й и 93-й, мы до сих пор пользуемся пятым Kerberos. Вот, LDAP, это ответ на довольно сложную структуру работы с директориями, как бы забюрократизированную в 93-м году, работа со смарт-картами PKS и S11, это 94-й. И, наконец, объединение всего этого вместе за пределами POSIX систем, Microsoft, Windows, Active Directory, это 98-й. И фактически мы можем сказать, что не только эти API, но все вот эти протоколы, они все родились, так сказать, последние API, созданные в 90-х годах, в прошлом году. Фотографии – это на самом деле реальные события, которые происходят каждый год в финских городах. Вот, выпускники местных Лукио, старшей школы, ездят на таких грузовиках, разодетые вот таким странным образом, с такими странными плакатами. И у нас, скажем, в столичном регионе, в Хельсинки, вот такая поездка обычно занимает около двух часов, потому что студентов много, грузовиков тоже много. Они ездят, разбрасывают конфеты, люди стоят, собирают конфеты. Ну, в общем, все вот это разнообразие персонажей внутри примерно отображает разнообразие того, с чем нам приходится иметь дело в реальной жизни на системном уровне. С другой стороны, имея такое стандартное API в течение 40 лет, мы имеем огромное количество разнообразных реализаций. И тут вот я выписал только те, которые, как бы, имеют отношение к нашей теме, да, те, которые работают с LDAP, работают с Kerberos, там, с смарт-картами, в среде с Windows и так дальше. Но есть еще куча специфических модулей от вендоров различного оборудования для того, чтобы это оборудование можно было использовать для аутентификации, авторизации и так дальше. И надо сказать, что такое большое количество реализаций, оно ведет к определенной сложности управления. Ну, вот типичная система в Linux дистрибутиве. Мы имеем дело с большим количеством, значит, модулей касательно учета пользователей и групп. Это вот они тут таким немного желтоватым оттенком представлены. И аутентификации, и авторизация, соответственно, PAM интерфейс, они зеленоватым представлены. Вот типичная ситуация у нас такая, что мы имеем, во-первых, и там, и там модульный стэк, то есть модули могут накладываться друг на друга, и поиск, скажем, пользователей и групп осуществляется в одном источнике, в другом. С 2017 года, скажем, информацию о том, в какие группы пользователь входит, может объединяться из разных источников воедино. Такого не было долгое время. Но, с другой стороны, на уровне PAM модулей у нас тоже там, во-первых, настройка всего этого, она довольно нетривиальная. И самое главное, вся вот эта вот сложность, она еще накладывается на то, что все эти настройки, они локальные. То есть по умолчанию вам нужно сделать на конкретной машине не только вот эти модульные стэки как-то описать, или использовать те, которые настроены в рамках дистрибутива при установке. Но также они же все требуют какие-то свои параметры. Там, скажем, если вы из LDAP данные вытаскиваете, то вам нужно указать, к какому серверу LDAP вы ходите, где в его дереве находятся эти пользователи, под каким способом мы к этому дереву должны, к этому серверу подключаться, для того, чтобы нам вся информация была выдана, к примеру, могут быть информация о членах групп, может быть выдана только после аутентификации. То есть напрямую, как бы анонимным образом ее получить нельзя. Получается, что вся вот эта вот информация о том, как добыть информацию, она тоже где-то должна присутствовать. Ну и дальше уникальная штука стоит в том, что все эти модули, они грузятся в любое приложение, которое пытается вызвать вот эти вот функции, о которых я говорил, getGuerNam, getPWNam или функции PAM. И фактически у вас весь этот стэк один за другим, модули загружаются, и их же информация о настройках, она грузится в ваше приложение. На сегодняшний день это считается уже не так, скажем так, безопасно, потому что если у вас в любое приложение грузится, например, пароль для того, чтобы присоединиться к LDAP, то любое приложение фактически может эту информацию утащить. Поэтому было проведено некоторое, так сказать, реформа, пересмотрены подходы, и общее направление было к тому, чтобы вот эти модули, которые загружаются в любое приложение, сделаны максимально маленькими, максимально облегченными, а сами они бы общались с некоторым там демоном, сидящим на этой же машине на фоне, который обеспечивает уже всю остальную работу. Таким образом мы как бы изолировали все. Ну и при этом у нас на самом деле появился целый ряд требований, которых раньше не было. Удивительно, но факт. До сих пор во всем POSIX API отсутствует возможность, скажем, узнать, вот у нас есть пользователь, а какой у него адрес электронной почты. То есть через просто POSIX API это сделать невозможно, потому что такого API нет. А если мы посмотрим последние 20 лет со всем нашим хозяйством с веб-сервисами и прочим, во многом адрес электронной почты, а где-то уже и номер телефона, который тоже таким же образом невозможно получить через POSIX API, используется в качестве идентификатора для логина этого пользователя в наши веб-сайты, в наши сервисы и так дальше. То есть вообще говоря, у нас появились приложения, которым все вот эти требования у них есть, а базы, через которые это дело получить, в стандартной системной подходе нет. И получается, что они вынуждены мигрировать от использования системного API к чему-то своему, изобретать свои велосипеды, изобретать свои проблемы безопасности и так дальше. И помимо этого у нас есть на самом деле еще большое количество проблем, поскольку все это живет 40 лет, 20 лет, еще чего-то. Мы имеем дело не только с развитием проектов, мы имеем дело с поколениями программистов, которые этим проектом занимаются, а также может быть теми, которые не занимаются, потому что современным студентам, например, интересно то, где можно быстро поправить свое положение в мире, финансовое и прочее. То есть они смотрят туда, где можно быстро деньги заработать, а не заниматься тем, что рассматривается как несуществующее, пока оно не сломается. То есть у меня, например, есть такая классическая шутка, что я занимаюсь теми вещами, о которых вы не знаете, пока они не сломаются. Ну вот там принтер у вас сломался, и вдруг вы начинаете узнавать, что оказывается там есть специальные протоколы для взаимодействия с этими принтерами, есть для аутентификации. Если у вас файлы не сохраняются на сетевые диски, вы вдруг узнаете, что там такой-то протокол, что оказывается нужно использовать такие-то учетные записи, и там назначены какие-то права должны быть и так дальше. Вот я из той породы, которая занимается тем, чего не существует. И вполне нормально, что огромное количество людей не хочет заниматься тем, что не существует. Это не связано ни с политикой, ни с чем, это просто вот жизнь такая, не все такое модное из старого. И мы на самом деле обнаруживаем вполне нормальную ситуацию. Люди перегорают, люди меняют фокус, интерес, проекты прекращают жить. И в некоторых случаях мы сталкиваемся с тем, что это ровно те проекты, на которые опираются все и никто. То есть все опираются, а никто не хочет поддерживать. Ровно такая ситуация была в каком-то году была. В 16-м году с OpenSL, который вроде как все используют, а никто не хочет его поддерживать, и денежки на разработку, и закрытие, дыр безопасность давать. Ну, примерно похожая ситуация происходит с системного уровня POSIX API. Потому что вроде как оно работает, а вроде как и нет. Потому что кто его делает? Ну, видимо, вот дистрибьюторы его делают, разработчики дистрибутивов. Вот. Десять лет назад Red Hat попытался эту проблему осмыслить в позитивном плане, создав проект с SSD. SSD – это System Services чего-то там, DEMON. Но на самом деле это первые три буквы, первые четыре буквы имен четырех создателей. Сима, Суммит, кто там был еще? Не помню, на S. И Дмитрий. Вот S, SSD. Четыре человека. Смысл был какой? Создать как раз такой отдельный демон, который запускается на клиентской машине, инкапсулирует в себя всю работу по, собственно, получению информации из источников, аутентификации, авторизации пользователей и иметь довольно легкий клиент, который, собственно, и есть. Вот то самое NSS-модуль или PAM-модуль, который загружается в любое приложение. Он примитивен, его можно хорошо код аудировать, доказать, что там нет никаких проблем, ничего такого. И он общается по Unix Domain Socket с основным демоном. Соответственно, его можно легко изолировать, проверять на доступность ресурсов по тому, кто к нему обращается и так дальше. За примерно 10 лет развития он, СССР, как проект, стал поддерживать довольно много разных вещей. На сегодня он позволяет использовать и политики судо, и с Linux, и поддерживает многофакторную аутентификацию через Kerberos, через SmartCard, работает с FreeIPA и с ActiveDirect 3 и обычными LDAB серверами. Ну и сейчас много чего добавляется, другого. там, скажем, есть эксперименты по добавлению его аутентификации относительно облачных сред. И фактически вот Fedora в Red Hat Enterprise Linux с версии 6.7 с SSD это главный стандартный механизм для получения информации о пользователях, о группах, о аутентификации их, о доставке централизованных настроек для этих пользователей и приложений и так дальше. Это позволило нам на самом деле существенно упростить конфигурирование таких систем. То есть вот если в RHEL 7 у нас было и SSD, и были там NSS PummelDub в качестве модулей и плюс дополнительные модули там PunkRB5, PunkPCS11 присутствовали для их отдельных компонентов, то в RHEL 8, который вышел в мае месяце, мы сосредоточились на фактически одной ветке. То есть через SSD идет работа со всем остальным. Ну и NSS PummelDub компонент, он помечен как тот, который будет удален в следующих мажорных релизах, потому что практически весь функционал его уже присутствует в SSD. Ну и надо отметить, что это один из тех случаев, когда промышленный, так сказать, дистрибутив Red Hat Enterprise Linux даже более экстремальный, чем общественные Fedora, которые традиционно, так сказать, на фронтире, да, то есть атакуют самые актуальные задачи. Но в Fedora есть люди, которые хотят и сделали свой выбор, использовать PunkRB5, PunkPCS11 и прочие компоненты. А в REL с точки зрения поддержки и простоты этого использования было принято решение вот как бы консолидировать все это. Вот. Но понятно, что это только та сторона вопроса, которая позволяет нам работать. Ее кто-то должен настроить. Последние 20 лет в экосистеме Red Hat, в REL, в Fedora, в CentOS, главным настройщиком вот средств учета пользователя, аутентификации, авторизации и тому подобное было утилита под названием OffConfig. И, ну реально, там с 99-го года существует. Вот. И это не просто утилита, которая там на питоне написана, на втором питоне, который, кстати, заканчивает свое существование официально, AppStream заканчивает его поддерживать с января 2020 года. То есть, и вставал вопрос, его переписывать на третий питон, вот, или делать что-то еще. И одна из проблем была в том, что фактически этот код, он же есть кладезь знаний о том, как все эти вещи между собой связаны и как они должны конфигурироваться. Это вот нетривиальная штука. То есть, понятно, что любой код – это кладезь знаний. Но в некоторых случаях поведение этого кладезь знаний, оно было не очень простым. То есть, у вас есть код, он перепутан там, что если мы вот добавим здесь вещь, а вот здесь вот у нас реально что-то дернется и перестанет работать. Вот. И в случае ofconfig таких вещей было довольно много. Например, у него была фундаментальная проблема, то, что он не хранил текущее состояние конфигурации. То есть, для того, чтобы… Он просто менял файлы, они переписывали, все хорошо работало, но не было вот где-то записано, а в каком состоянии мы находимся. То есть, ему по идее, чтобы это состояние восстановить, нужно было бы эти файлы обратно парсить. И вот один из примеров, вот это вот бага из RedHut на самом деле это про Федору вот 142.34.80 о том, что человек запускает, точнее, он даже сам не запускает, этот скрипт запускает при удалении пакета ofconfig disable fingerprint update, то есть модуль отпечатков пальцев, проверки отпечатков пальцев. Вот мы удаляем этот модуль, этот модуль запускает запрети меня и обнови. Но поскольку состояние не помнится, то запрети меня и обнови приводит к тому, что все остальные методы тоже сносятся из конфигурации. В результате в системе нельзя залогиниться. То есть прибили сами себя. Вот эти вот абсолютные как бы вещи, они приводят к сложной ситуации. В общем, дошло это до того, что было принято решение переписать полностью этот конфиг. связано оно тоже было и с тем, что автор of конфига сказал, я уже все, я устал за 20 лет нести эту тяжелую ношу, вот, я не сизиф, вот, и все. Хочу чем-нибудь другим заниматься. Такое тоже бывает. Вот, нашелся другой сизиф, который пересмотрел все это дело и решил, давайте мы сделаем утилитку, которая будет иметь предопределенные конфигурационные профили, она ничего переписывать не будет, она фактически будет там сим-линкать эти профили или генерировать по ним файлы, но она будет иметь где-то состояние, которое можно запомнить. И это позволяет нам сказать, окей, мы поддерживаем раз, два, три, вот эти вот там три конфигурации. Понятно, что внутри конфигурации есть какой-то набор опций, которые можно добавить, но это дает определенную стабильность, возможность протестировать четкие конфигурации, понимание, что мы делаем тут, и легко определить, если мы вышли из, так сказать, вот этих вот рамок конфигурации, поддерживаем мы это или нет, или что с этим неподдерживаемым делать, потому что самая удивительная часть для разработчиков, а дальше для поддержки, это то, что пользователи еще более изобретательны, чем сами разработчики, в том, как они все это переворачивают, а потом приходят и говорят, что вот мы это будем использовать. вот, и AuthSelect был внедрен в Fedora года два назад, полтора, прошел целый ряд своих стандартных болячек, которые происходят, когда ты знаешь, ты все сделал, у тебя все работает, ты все, все случаи покрыл, а потом приходит человек и приводит простой пример, о котором все забыли. Ну, таких вот случаев было много, в конце концов, AuthSelect сейчас покрывает базовые конфигурации такого вот типа, например, вот в Fedora. Значит, все рекомендуется работать через SSD, для тех случаев, где SSD не работает, то компоненты самбы Winbind, вот, для тех случаев, где такая, значит, работа через LDAP напрямую не нужна, а это чаще всего система высокопроизводительных вычислительных кластеров, где мы знаем более-менее статическое распределение пользователей, их можно прописать, для них есть NIS, вот, NIS этот, как протокол, уже устарел, ну, серьезно, по-моему, NIS плюс, да, был написан в 93-м году, сам NIS, это, по-моему, 88-89, вот, но он очень легковесный с точки зрения установления соединения, с точки зрения расходов, так сказать, на каждую отдельную операцию, вот, при этом сам AllSelect фактически описывает вот эти базовые конфигурации и дальше симлинкает их куда нужно и все, но он не настраивает систему, это подразумевает, что SSSD или там SAMBU или там тот же NIS и все остальные штуки должно что-то другое настроить, то есть он выполняет одну задачу, выполняет ее хорошо, вот, но для того, чтобы их настроить, у нас есть целый ряд других средств, там для FreeAPA есть IPA Client Install, для работы с FreeAPA на более высоком уровне или там с Active Directory или с SAMBU, есть Realm Join, такая утилитка, ну и в конце концов есть целый набор системных ролей для Ansible, которые позволяют все вот эти вещи автоматически настроить под то, что мы знаем о конкретном среде окружения, то есть все вот эти утилиты, они не знают о том, где у нас находится там LDAP сервер, какие конкретно сервера должен использовать конкретный клиент, вот это вот задача настройщиков, задача роли на Ansible, задача IPA инсталляторов и так дальше. При этом сам off-config он выкинут, а вместо него есть такая обертка, которая называется off-config, которая поддерживает наиболее распространенные опции off-config, но реализована внутри как off-select. Это позволяет имеющиеся скрипты kickstart использовать как есть и постепенно их переписывать. То есть такая совместимость присутствует, но до поры до времени. Я уже говорил о том, что низ подготовлен к убиранию. На самом деле здесь две вещи. Одна из них это то, что со стороны Glepsi убрали компоненты работы с SurnRPC протоколом, их вынесли в отдельную библиотеку, потому что это уже все никому я, конечно, утрирую, никому не нужно, потому что тот же NFS работает через с SurnRPC. Ну и да, и компоненты самого низ, они как бы тоже помечены, что они исчезнут в следующих мажорных версиях. Низ клиент он доступен, как я сказал, для высокоскоростных вычислений в основном кластеров. А низ сервер скорее всего в REL9 и там позже будет убран. на самом деле все сильно зависит от запросов. Если будут пользователи, которым это действительно нужно, они аргументируют, то мы будем разговаривать. А так поддерживать код, который никто не поддерживает, это очень дорого. с другой стороны со смарт-картами ситуация шла вот какая. Если посмотреть на самый низ этого слайда, он показывает те компоненты, которые взаимодействуют напрямую с железом этих смарт-карт. Там драйвера специфические, потом пошла некая стандартизация, появился OpenSC, который поддерживает целый ряд устройств, PCS-C Lite, который поддерживает тоже целый ряд устройств, специфические драйвера от вендоров и так дальше. И все это дает некоторую основу, на основе которой мы попытались построить, точнее не мы, еще в 1994 году пытались построить некоторое API для так скажем абстракции приложения от этих всех смарт-карт. Но примерно только к 2010 удалось более-менее построить абстракцию в свободном софте. Вот это P11Kit система, которая фактически пользуется всеми системными утилитами, которые работают со смарт-картами и представляют их в едином виде. Достал вопрос, хорошо, вот это у нас разнообразное железо, оно адресуется по-разному, оно на разных аппаратных шинах присутствует, кто через USB, кто через Bluetooth, кто через еще что-то, I2C и прочее. Как нам вот это все единовременно адресовать? Параллельно шла стандартизация, то есть в 2015 году примерно было принято решение, давайте мы придумаем некоторую строку, которая позволит нам вот единообразно все вот это хозяйство адресовать. Вот, RFC 7512 был принят, после этого получается 4 года, ну 3 года на самом деле, мы приводили в порядок вот этот весь стэк, доступ ко всему этому смарт-карт хозяйству в разных приложениях. Вот, все дошло до того состояния, что PLM он обнаруживает автоматически все, что есть, и если нам указан URI вот в формате этого RFC 7512, то он может вызвать правильный набор модулей и запустить для того, чтобы активировать доступ к той или иной смарт-карте. В результате вот у нас мы можем использовать ключи в SSH, просто указав этот самый URI в рамках PKS S11 тем или иным способом. Если у нас просто один ключ присутствует в системе, то мы дефолтно его берем. Если у нас есть ключ каким-то идентификатором, то его можно напрямую указать. Аналогичным образом стало возможно это использовать и в Apache в моде SSL и я насколько помню в NGINX такая же конфигурация была добавлена. А в Firefox и по-моему Chrome сейчас просто по умолчанию грузят и ловенки. И соответственно просто все что видно оно автоматически становится видно. То есть если у вас есть смарт-карта в которой вы аутентифицируетесь куда-то в госорганы или еще куда-то я не говорю про Россию. Потому что ГОСТ и работа с удостоверяющими центрами здесь это отдельный разговор. Но вот во всем остальном мире где более-менее стандартизированы крипто алгоритмы используемые в том русле оно все присутствует. В результате вот можно посмотреть что мы закрываем фактически большинство приложений где имеет смысл использовать это крипто. Где-то напрямую как Gnopey второй он работает поверх этого слоя. Где-то все через P11 kit и это позволяет также абстрагироваться от реального железа. То есть есть такой проект софта HSM то есть по сути дела программный модуль смарт-карты и позволяет фактически такой программный модуль смарт-карты иметь на каждой машине по умолчанию. А это фактически означает что мы можем иметь среду в которой мы разрабатываем относительно смарт-карты даже если мы ее просто не имеем. Но разработку приложений вести исходя из того что смарт-карты у нас есть. А смарт-карты возьмете телефон в телефоне тоже эмулируемая смарт-карта которая подписывается ключами с сим-карты и так дальше. То есть во всех в общем-то линукс системах мы теперь можем опираться на то что у нас API смарт-карты и какое-то хранилище для этих смарт-карт присутствует. Вот с другой стороны это все было о том как мы пользователей добываем как мы их используем где мы добываем их аутентификационные данные но куда мы их используем традиционно в корпоративных средах особенно в тех которые совместимы с Active Directory используется система единого входа на основе протокола Kerber и довольно большая работа с Kerber связана с тем чтобы сделать его действительно единым для аутентификации везде вот но вторая сторона вопроса это то что Kerber за 25-30 лет накопил огромное количество старого крипта и этот старый крипто он она в общем-то все эти алгоритмы они уже не актуальны скажем в современном мире их нужно удалять и увеличивать так сказать надежность соединения надежность использования применяя более-менее современные крипты на самом деле вот с такими штуками как Kerber это не так просто вот сказать что вот у нас есть новый алгоритм давайте мы внедрим потому что много существует независимых реализаций которые друг от друга не просто не зависит а иногда они друг друга и не слушают вот и поэтому в этой области очень активно работа ведется по в начале стандартизации то есть через ИТФ через группу так называемая группа Киттен которая занимается вопросами стандартизации общей аутентификации будущего такой громкая заявление вот и любые добавления любых новых криптоалгоритмов и вариации алгоритмов в Kerberos означает что нам нужно принять RFC которые их описывают чтобы там была исчерпывающая информация поэтому например нету ГОСТа поддержки потому что просто никто не написал эти RFC вводящие новые типы шифрования вот с другой стороны на стороне клиента нам нужно научиться работать то есть решать задачи те которые клиенту нужны но вот одна из задач это на самом деле повсеместное использование контейнеризации и многие во многих этих случаях мы хотим чтобы сами контейнеры не получали доступ к этой аутентификационной информации чтобы она уходила куда-то снаружи лежала а контейнер и право доступа к этой информации определялось какими-то политиками внешними для того чтобы она куда-нибудь не уходила в приложение мы с одной стороны сделали метод хранения этих креденшалов в начале в ядре вот кейринг а потом вдруг поняли что кейринг то на самом деле его нельзя в linux засунуть в отдельный namespace то есть его как бы виртуализовать условно нельзя так чтобы приложение к нему не обращались поэтому вспомнили что в рамках реализации керберас хаймдал был создан специальный такой модуль керберас креденшал менеджер вот который позволяет хранить эти креденшал где-то и обращаться к нему по протоколу поверх unix unix domain socket а unix domain socket нормальный файловый объект который можно нормально резать по namespace и соответственно мы можем увести само хранилище куда-то наружу за пределы контейнера приложение которое обращается из контейнера дальше на уровне ядра на уровне той стороны то есть демона сидящего с другой стороны unix domain pipe unix domain socket может определять креденшал этого приложения и решать давать ему доступ или нет в сочетании с еще одним компонентом который называется gss proxy который вообще позволяет не давать приложению сами билеты керберас а хранить их и выполнять операции над ними унесено аналогично тому как операции криптографические над приватным ключом на смарт-карте выполняют самой смарт-карты они переносятся в приложении вот все это позволяет полностью убрать работу с этими ключами из контейнера или вынести в специализированный под контейнер который будет доступен но это не только для контейнеров понятное дело возможно ну и вот в этом случае ssd на самом деле реализует серверную часть вот такой компонент то есть ssd запущенный в отдельном контейнере ведет всю информацию о пользователях и также ведет вот эту информацию о креденшилах в керберус вот таким образом на самом деле позволяет сделать интересные штуки помимо того что я сказал вот например с хранением ключей в ядре в ядерном пространстве была другая проблема если у вас 50 тысяч серверов и вы один пользователь идете на 50 тысяч серверов для того чтобы их за там что-то развернуть на них или что-то запустить вот то при использовании керберус для аутентификации у вас этот ваш один пользователь должен будет запросить ключ к сервису каждого из 50 тысяч машин то есть вам в креденшилл кэш таком нужно хранить 50 тысяч записей они маленькие они могут быть там меньше там 100 байт но это 50 тысяч на 100 байт и вдруг мы оказываемся в ситуации что у нас в невытесняемой ядерной памяти не хватает выделенного на это дело места да квоты можно увеличить но там сложно с этим всем работать поэтому скажем переход на использование кисем решает эту проблему потому что сссд на самом деле это хранит на диске зашифрованное и может расширяться насколько нужно а опять же клиент этого все равно не видит для него это прозрачно вот с другой стороны клиенту нужно как-то до сервера добраться и для того чтобы добраться ему нужно его как-то обнаружить статическая настройка это одно дело но если мы хотим масштабироваться там нагрузку распределять то нужно использовать определение через там dns и есть целый ряд спецификаций о том как это делается вот мы сделали значит поддержку вначале dns uri то есть вначале провели эту спецификацию реализовали ее везде а потом внедрили в fedora потому что fedora используют free api за свои как сказать за спиной но прямого доступа к нему не дает только через специальный прокси керберас прокси который автоматически обнаруживается посредством вот этих вот dns uri записи dns домини и клиенту не нужно знать где что находится он просто автоматом идет обнаруживает и работает но поскольку в dns большая проблема вообще в керберас что там все должно быть унифицированное работающие во многих средах имена машин были не как бы не полностью квалифицированные то есть не не полное имя машина а просто первое имя машина все хорошо если у вас машин мало если у вас один домен а если у вас много доменов и машины имеют одинаковые имена в разных доменах то у вас получается путаница вам лучше их канализировать каким-то образом вот ну например у вас там машина называется мастер мастер там example мастер example тест какому мастеру из них вы обращаетесь если вы говорите только короткой вам нужно канализировать их когда мы начали все это все канализировать оказалось что у большого количества людей поломалась среда где они настроили как раз не наканализированы в общем в мать и керберас был добавлен такой механизм тройного состояния что если что-то не работает то можно вот поставить фолбек режим и она тогда будет пытаться оба варианта использовать вначале полную канализацию потом короткую либо наоборот вот это часто используется в опять же в контейнерах средах там в том же open shift мы пытаемся доделать и остальные штуки я это немножко пропущу не готовы вот что касается модернизации крипта наконец из мать и керпера убран одиночный дес вот и тройной дес все жизнь этих крипто алгоритмов в принципе в современности закончена как крипто средств для ключей там пароли и так дальше также помечен удаляемом но еще не удален это аркфо который используется активной директории используется в самби и так дальше но там идет работа вместе с этими проектами по переходу от использования тех методов аутентификации которые применяют аркфок более современно вторая сторона вопроса кербер создавался для того чтобы мы могли работать в вообще говоря вредоносной среде то есть в открытом интернете но один из механизмов поскольку в протоколе керберас никогда пароль не передается между клиентом там и кейдиси вот обе стороны его знают но вычисляют что-то общее почему они могут друг друга одновременно аутентифицировать а при этом использовался механизм защиты этого пароля построенный на таймстампе то есть на на каком-то вычисленном механизме на текущей текущем времени это позволяло все-таки обманывать в каком-то месте и пытаться как-то этот пароль перехватить точнее его не перехватишь поскольку он соединен идет но подменять определенное вычисление вот в 2010 году был механизм придуман при аутентификации спейк который все вот эти проблемы закрывает полностью и наконец он внедрен по умолчанию вот ну он был вначале спецификации опять же принято там рфс на него написано вот и если мы запретим использование криптовой отсечки времени то вот в такой среде даунгрейд никакой не может произойти эта штука математически доказана ее нельзя взломать ну вот над на текущем уровне наших знаний использования вот но самое главное что спейк позволяет в рамках одного механизма передавать много так сказать элементов для аутентификации то есть можно реализовать поддержку токенов многофакторную аутентификацию с разными методами так дальше над этим идет работа поддержка вот utf токенов в керберас будет строиться ровно на этом но в результате вот в аутентификации авторизации в апачи мы заменили там целый ряд модулей на более свежие версии отказались от моды нсс я сейчас быстро об этом пройду вот отказались от модов кирп потому что переписали его на написали новый модуль модалл jss api который реализует то же самое только более современными способами вот и официально признали что перевод всех и вся на моднсс невозможен вот и мир перешел к использованию opensl окончательно надолго но и других компонентов имеется ввиду не нсс крипто библиотеки от мазилы вот поэтому вот ситуация такова с другой стороны на уровне самих серверов ldap в redhat enterprise linux мы убрали openldap сервер потому что на самом деле работать с upstream openldap довольно сложно там очень токсичное сообщество но они при этом сами по себе активно поддерживают свой openldap сервер и когда redhat выпустил анонс о том что openldap сервера не будет в redhat enterprise linux 8 был большой шум а потом оказалось что там скажем у этих компаний примерно три четверти всех их коммерческих пользователей они запускают openldap на rel и на них свалилось огромное количество заказов на поддержку так что теперь оказались эти товарищи очень даже и довольны тем что они могут поддерживать в тех пользователей в той части где у них есть экспертиза а не сваливать на кого-то еще в фидоре openldap сервер остался соответственно для нас это партнерские отношения и мы тоже очень рады потому что появились партнеры которые развивают инфраструктуру вот так же в фидоре мы развиваем самбо ад а в redhat enterprise мы пока считаем его не готовы вот в фидоре идут активные дела по переделке значит управление 380ds директор сервера который за спиной так сказать у redhat директор сервер и за спиной у free ipa стоит активно появился новый UI управление интегрирован из кокпит это работа совместная между redhat и сузи потому что сузи тоже активно перешел на использование 389ds вот free ipa в фидоре уже на самом деле 481 сейчас вот и он поддерживает там целый ряд новых вещей о которых к сожалению я не могу сказать потому что меня как это я бы написал много но поля этой книги слишком узки вот но у нас появилась появились утилиты обнаружения типичных проблем в настройке free ipa и они охватывают уже там по-моему около сотни разных случаев оно еще не лечит но пока умеет уже диагностировать это уже хорошо потому что знать куда смотреть важнее порой чем вылечить вот даже у нас была активная работа по интеграции с ansible то есть вот ansible free ipa модули они теперь умеют там делать многое многие хитрые топологии позволяют описывать работать с kerberos и так дальше чего не было и значит в в отличие от fedora в red hat enterprise linux 8 free ipa спрятано в отдельный модуль это новая концепция в fedora модули а позволяет позволяет как бы изолировать зависимости между приложениями и позволяет также хорошо и просто описывать что мы хотим представить как такой профиль установки но вот эти вот профили которые там справа вверху отмечены они описывают там типичные конфигурации вот сейчас это все можно потрогать и попробовать не только red hat enterprise если x8 ну и центр с 8 вышел наконец это все доступно так и последнее с самбой значит самбо 4.11 которая вышла буквально вот пару недель назад в ней по умолчанию протокол smb1 запрещен то есть многие домашние насы которые по-прежнему используют smb1 перестанут работать с этой самбой но жизнь такова что они уже давно перестали работать с windows потому что microsoft отключила smb1 три года назад там есть некоторые у них телеметрические ограничения когда они по телеметрии видят что есть система smb1 они оставляют клиента работающего вот но клиент по умолчанию хочет smb2 smb3 использовать как только мы дорастем до реализации экстеншенов ну то есть расширение POSIX в smb3 протоколе надеюсь в следующем году мы полностью выключим smb1 его время ушло и это решит проблему с ntlm который взламывается достаточно легко и наконец не будет этих откатов ну и в 4.12 вот мой коллега Андреас Шнаер вчера или позавчера выпустил заметочку которая там подхватила пресса о том что в 4.12 для некоторых задач с зашифрованными данными самбо примерно в 50 раз быстрее чем она сейчас у меня более консервативные данные там порядка одного порядка который он показывал в марте прошлого в мае прошлого года вот и это все вместе с зашифрованным потоком то есть нешифрованный поток медленнее чем зашифрованный поток 4.12 то есть у нас есть такой хороший прогресс и прямо сейчас мы работаем над поддержкой целого ряда расширений которые Microsoft ввела этим летом после того как другой мой коллега Исаак Букрис нашел проблемы в безопасности Microsoft с этим связаны вот переписываем и на этом все спасибо у нас наверное 8 минут есть хороший вопрос приблизительно что у нас с вопросами здравствуйте расскажите пожалуйста про цену обновления у всех есть логаси конфигурации которые нужно поддерживать и с чем столкнется скажем разработчик который деплойт сотню старых конфигураций инсибулом и что нужно ему учитывать с какой головной боли придет с чем с чем придется столкнуться в плане красных флагов и опасностей спасибо спасибо за вопрос на самом деле если используется ансибул то уже хорошо если используются стандартизированные роли в ансибул то будет уже хорошо потому что многие из этих ролей имеют варианты для рел 8 уже но если используется ансибул только для того чтобы запускать внешние утилиты то конечно такое придется переписывать для существующих систем которые внедрены есть утилита их переноса то есть миграции на живую но понятно что если ансибул разворачиваться скорее всего такое не нужно но тем не менее для переноса рел 7 на рел 8 есть утилита она называется леп 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 вот которая пытается обнаружить типичные проблемы которые могут быть если их нет она автоматически сама мигрирует дистрибутив на дистрибутив вот а также я не зря упомянул системные роли системные роли они это немножко такой параллельный проект ансибул он использует ансибул в качестве метода доставки но при этом описывает как бы вот более-менее стандартные роли с точки зрения дистрибьютора установки тех или иных серверов имеется ввиду комплектов приложений и миграции их в том числе но самое главное что если ансибул используется с толком то и мы пользуемся теми методами которые в ансибул написаны более-менее высокоуровневыми скажем установи мне такую штуку а не запусти там ям или там днф напрямую вот то он должен уже иметь в варианте для рел-8 должен иметь поддержку рел-8 автоматическую да конфигурационные файлы могут поплыть это ну такое происходит с конкретными приложениями всегда и нужно учиться их просто как-то поддерживать можно сразу еще вопрос вы упоминали утилиты для хэлф-тестинг удобно ли их использовать сразу же в для включения в поплайн для интеграционных тестов да можно они работают либо на живом сервере либо они работают на логах и собственно генерирует там джейсон описание либо для человека который можно дальше процессить все-таки спустя все время развития можно ли написать имя пользователя не знаю как меня зовут или комедия отчества зайти в систему и чтобы это еще было как сейчас еще что-то надо делать имеется в виду на русском языке или на каком-то если использовать смарт-карты то да реализуем без имени пользователя если этот пользователь если сертификат из этой смарт-карты предназначен для нескольких ролей да роль придется ввести то есть такие варианты тоже возможны но если мапится однозначно то можно и без указания имени пользователя просто пароль ну понятно что не пароль а пин для разблокирования смарт-карты ну я не уверен насчет тф смайликов это нужно проверить потому что там свои нюансы есть свои нюансы в целом по моему это должно работать по крайней мере с русскими именами я пробовал кто-нибудь все-таки напишет рфц для госта у меня есть некоторые основания полагать что ситуация скорее не безнадежная я не буду называть имена людей вот но я знаю что интерес к тому чтобы такую работу проделать есть и это очень хорошо лазерного